Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Стоит только на канале выйти ролику про обжарку стейка, как тут же в комментах начинается срач между остроконечниками и тупоконечниками. Одни святые уверены, что перед отправкой на сковородку стейк нужно посолить, а вот вторые категорически против. Причем эти вторые делятся на две части. Одна из них против соли, потому что им в принципе не нравится соль. Они сторонники натурального вкуса мяса. И я к таким со всем своим почтением. А вот вторая начинает притягивать за уши история о том, что стоит только мясо посолить, как соль тут же начинает вытягивать из него всю влагу и стейк становится дико сухим. Давайте проведем натурный эксперимент. Тем более, что я подготовился и в духовке запекается на гарнир картошечка, бакалажанчик, сладкий перец. Я об этом час назад позаботился. Здесь у меня кусок замечательной вырезки. Стейки из него называют стейк штабриан. Так, надо зачистить, лишние пленочки срезать. Вот так. А теперь отделить два куска. Чтобы лучше держали форму, вяжу веревочками. Кстати, их мне прислали из белорусского магазина солимбай. Спасибо, парни. Вот этот кусок буду солить перед обжаркой с красной нитью, а вот этот после. Надо взвесить оба куска. Красный весит 258 граммов. Зеленый. Зеленый 240. Надо все записать для памяти. Для идеальной точности соль буду взвешивать на специальных весах. Для первого состейка 2,58 грамма. А для второго, соответственно, 2,4 грамма. Можно начинать процесс. Степень прожарки выбирайте на свой вкус. Мне, например, нравится степень рейр. Однако остальному ему семейству нравятся более прожаренные стейки. Поэтому мы сошлись на компромиссной температуре 55 градусов при снятии его с огня. Во время отдыха температура уже поднимется еще на 2-3 градуса. И таким образом готовый имеет 57-58. Для контроля температуры я использую термощуп. Регулярно меня пытают. Где взял, да посоветую, какой взять. На мой взгляд, все они примерно одинаковые. Все они делаются в Китае. Точность у них примерно одинаковая. И выходят они со временем из строя. Причем причина выхода из строя у всех моих, например, одна и та же. Причина в том, что вода попадает вот сюда, вместо соединения щупа и кабеля. Конкретно этот мне удобен тем, что имеет 4 щупа. Есть в комплекте такой вот удобный зажим, даже парочка зажимов, чтобы на решетку щуп устанавливать. Ну и наличие приложения на телефоне тоже для меня удобная штука. Когда колбасу или ветчину готовлю, нет нужды рядом с термометром торчать. Да-да, ссылку до него в описании ролика оставлю. Давайте приступать. Масло на сковороду. И хорошенько его прогреть. Один стейк посолю отмеренным количеством соли. Его бы сразу поперчу. Не переживайте за сгоревший перец. Если молоть его крупно, а масло не перегревать, то не сгорит он. Так, масло прогрелось. Начинаю. Вот этот без соли, а у этого нижняя сторона соленая. Остаток соли на верхнюю сторону. И перец на обе. Чтобы стейки ароматнее были, добавлю чеснок дольками. А также розмарин и шалфей в масло. Чтобы уж совсем аромат, кусочек сливочного сюда же. Обжариваю на одной стороне примерно 30-32 градусов, затем переворачиваю. Между прочим, гарнир в духовке уже запекся. Надо вынимать. Для картошки у меня есть обалденная заготовка в морозильнике. Я сливочное масло заранее смешал с мелко нарубленным чесноком, зеленью петрушки и укроп кинзы. Что тут? Пора переворачивать. Ну и пока подготовлю гарнир. Отлично. Отдыхать стейки будут минут 8-10. И я пока с перцем разберусь. И масло сюда. Экстра вёржин. Ароматное, с горчинкой. Немного бальзамического уксуса. Можно вина использовать, тоже хорошо будет. Или хересный. Вообще обалдеть. И соль. Склевата готова. Это каталонское блюдо. Простецкое, вкусное, чрезвычайно популярное здесь. Картошечка печёная. Горячая. Пора стейки разворачивать. Красный. Видите, да? Красная нить. Зелёная нить. Так. Вот зелёный, который был без соли, надо посолить. Помните, да? Отмеренным количеством соли. Всё с точностью до десятой доли грамма. Так, что с весом? Это красный. 206. Это зелёный. 190. Итого, влагопотеря составила. Здесь 20,94%. Здесь 21,67, по-моему. 61. 61%. То есть, с учётом погрешности этих весов и прочих, будем считать, что в обоих случаях примерно 21%. Тот, который солился после, заметьте, после, даже немножко больше потерял влаги. Ну, на самом деле, считаем, тоже самое, 21%. То есть, то, что посол предварительный уменьшает, увеличивает количество влагопотери, получается чушь собачья. Чтобы он действительно потерял влагу, нужно, чтобы посолить и подождать хотя бы полчаса. Пора пробовать. Пора пробовать. Пороче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это не то Если вам нравится в принципе стейки без соли То естественно о чем тут говорить Все замечательно Но если вам нравится мясо с солонцой То вот мой выбор Предварительный посол При этом говорить что мясо теряет больше сока Меньше сока Как видите ни черта Абсолютно одинаково Чтобы мясо потеряло реально сок Нужно чтобы соль успела проникнуть в мясо Чтобы успели полопаться От повышения спатического давления на стенке клеток Эти самые клетки Чтобы сок вышел наружу Вот в таком режиме Когда вы посолили и через минуту Через три, через пять Плюхаете на сковороду Ничего у вас не потеряется В плане сока Да, я же из Калевада не попробую Ну-ка Красного Перца Кусманчик И баклажанчика И не зацепить-то Свинское получается блюдо Поэтому Не смотрите как я буду это есть Божественно Божественно И картошечки Картошечки С этим классным Зеленым маслом Волшебно Я забыл сказать что У меня еще и чили перец В это масло добавлено Видите вот красненький Просто класс Так, тестировщик номер один Ну и сразу второй попробуй Потом скажи Какой тебе больше Есть ли для тебя В них разница Вариант один Вариант два Разницы между двумя нет По моему вкусу И вкусный стейк Мне нравится Вообще стейк с солью ел Так что Оба Тестировщик номер два Разница с первым По моему там просто Немного больше перца И больше Никакой разницы Не чувствую Не чувствую Вот видите Второй слепой тестировщик Тестировщик тоже Не видит разницы Тестировщик номер три Тестировщик Держи И от второго стейка Есть ли разница Если есть То какой больше нравится Мне показалось Что по вкусу Почти нет Но первый Как будто Жуется легче Жуется легче Ну вот видите Два тестировщика Разница вообще не заметили Для третьего тестировщика Слепого Первый стейк Предварительно посоленный Жуется легче Не знаю Я более легкого выживания Не различил По вкусу На мой взгляд Первый Лучше получается На этом Позвольте с вами попрощаться Огромное спасибо за компанию За ваши лайки Дизлайки За репосты Кушайте вкусные стейки Всем пока